Пишут мне уже первое слово и пишут пока. Ну что ж такое там? Сегодня вообще все, решил не готовить сегодня, ничего не делать с прямым эфирем, а просто смотреть, читать ваши вопросы и отвечать на них. Вот так вот я решил, сегодня будет такой у нас прямой эфир. Привет из Крыма, привет из Москвы, всем-всем-всем привет. Если хотите, вообще могу даже кого-то добавить сегодня в прямой эфир и нескольких людей могу добавить в прямой эфир. Поэтому пишите, добавляйтесь, пишите мне сразу же в запросы, что вы хотите и начнем с вами. Так, ну что, где тут вопросы у нас первые пошли, все что-то, все пока, привет, 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 привет. Вам грустно друг без друга. Ребята, я не знаю, мне многие, кстати, пишут, вам скучно, наверное. У меня вот тот человек, который вообще никогда не умеет скучать, вот не умеет. Если у меня есть свободное время, я всегда найду чем заняться, вот всегда. У меня есть куча фильмов, книг, других вещей, которых я не сделал. Сейчас я начал учить французский язык, у меня каждый день урок французского. Вот, поэтому в принципе я даже не успеваю вообще ничего сделать вот то, что запланировал. Думаю, когда буду один, я начну читать книги, еще что-то, какое там, не успеваю. Плюс еще, конечно, плюс еще, конечно же, ну, я снимаю сториз для вас, вот, постоянно. Поэтому не переживайте, мне вообще не скучно, не грустно, вообще никаким образом. Тем более у меня собака и, короче говоря, вообще дофига всего. Покажи Ниццу. Ниццу я буду вам показывать не все сразу, потому что я не хочу показывать, знаешь, какое-то туристическое. В один день прошел по всем улицам, все заснял и показал. Мне кажется, это неинтересно. Я показываю вам жизнь в Ницце, как она происходит, что вообще здесь происходит, вот как я из подъезда выхожу, как выглядит мой подъезд. И в принципе подъезд выглядит не очень красиво. И улица, я живу на самом деле прям вот, прям в центре, ну, вот 200 метров от променады, от морской, и мне вот до площади центральной идти минуты, не знаю, 7 пешком. И вот даже вот я выхожу из своей квартиры, везде грязь, везде лежит какой-то мусор, и это в центре Ниццы. То есть, ну, я считаю, что я должен показывать все, что я вижу. Вот, ну, я мог, конечно, пройтись, показать там все самые лучшие места, сделать красивые фотографии, сказать, вот вам Ницца. Ну, это же не Ницца, правда. Вот, поэтому не буду я вам показывать, вот прям вот все прелести. Вот, потом рядом с Ницца есть очень много разных городов, стран. Монако, минут 20 ехать мне до Монако. Канны, где проходит Грандский фестиваль. Сан-Тропе можно съесть. Можно съесть, я уже писал, собираюсь в Грасс. Это город, где делаются парфюмерные дыхи, там всякие разные. Вот, человек, конечно же, человек, у меня, если честно, аллергия на парфюм. Я не пользуюсь практически парфюмом, никакими только дезодорантами. Вот, ну, может, я найду там просто свой парфюм, и мне перестанет она, перестанет болеть голова. Все спрашивают про Андрея, ни с кем, и никогда не ругались, ребята. Вообще, смысл мне ругаться в моем возрасте уже? У Андрея куча дел в Москве, соответственно, он поехал в Москву, чтобы уладить свои себе дела. Вот. То есть, он гражданин России, естественно, он живет в Москве. У него там и квартиры, и дом, и все остальное. Поэтому здесь, как бы, понятно, что он не может все время находиться рядом со мной в Европе. Как и я, в принципе, не мог все время находиться в России. Вот. Поэтому Андрей сейчас в Москве. А бутылки, я вам покажу бутылки. Сейчас, подождите, да. Вот, смотрите. Здесь такие вот пустые бутылки. Ой. Да, в них стояли свечки. Вот. Это моя бутылка, и там тоже пустые. Николай Басков. Ну, разве вот люди, которые пишут на меня Николай Басков, не видели, на них никогда Басков живут. Он вообще на меня не похож. А когда вернешься в Москву? Ребят, что значит вернешься в Москву? Я не живу в Москве, и никогда не жил в Москве, поэтому я не могу возвращаться. До этого я был просто в гостях. Вот. Были съемки и так далее. Я вообще не живу в Москве, поэтому как я могу туда вернуться? Вот. Я думаю, что когда-нибудь я, ну, в отпуск опять какой-нибудь съезжу туда. Побудем мы и там, и в Москве, может быть, летом. Но не сейчас. Не знаю. Потом как бы я не вижу смысла возвращаться, потому что концертов никаких сейчас нет из-за этого ебаного ковида. И, короче говоря, смысл, лучше уж здесь проводить время, мне кажется. И вам это будет интереснее. Когда домой в Германию? Пока не собираюсь я домой в Германию, потому что, в принципе, жить мне там пока в Германии негде. Вот. Квартиры все сданы. Да и я как бы и не против пожить в другом месте. Вот. Пока я не планирую в Германии. Тем более, там тоже сейчас холодно, 0 градусов, идет дождь, снег и так далее. Ты просто круто, таких блогеров не видела. Спасибо большое. Да, если кто-то хочет зайти со мной в прямой эфир, напишите мне, что и почему вы должны зайти, именно что вы хотите рассказать. Я вас сразу запущу. Вот. Поговорим сегодня со всеми. Зачем Таня осталась в Испании? Это очень хороший вопрос. Таня должна была возвращаться вместе с Андреем. У нее был билет из Барселоны. Но в последний момент ей так понравился Мадрид, что она просто заказала, взяла квартиру себе на месяц и решила остаться. Пока на месяц, у нее позволяет ей виза, поэтому почему бы и нет. Вот. Поэтому Таня пока осталась в Мадриде. Мне кажется, на самом деле для нее это очень классно, потому что она, не зная языка, каким-то образом пытается сейчас там вот как бы приспособиться. Вот. Но мне кажется, это прикольно. Мне кажется, ничего плохого в этом нет. Я вот тоже живу в Ницце один и абсолютно нормально себя чувствую. Вот. У Тани есть кто-нибудь? Шуры-муры. Не знаю, ребята. При мне не было. Очень нравится ваш бог. Вы клевый. Спасибо. Так. Ну, давайте уже какие-нибудь вопросы задавайте. А то что клевый, я знаю. Болею ковидом. Ой, ужас какой. Блокировать, ребята, я никого не буду, потому что я сейчас нажимать это все. Это куда? Пусть еще когда-то и пишут. Когда Андрей приедет к вам? Я не знаю, ребята, когда приедет Андрей. Пока вот я буду жить сейчас с собакой точно месяц в Ницце. Вот. А что дальше, я не знаю. Будет. Как будет, так и будет. Можно поедет в какую-нибудь другую страну, где уже будет потеплее. Можно уже все-таки вернуться назад. В Ницце, кстати, вот, друзья, приятели. У меня никого нет, друзей, ни приятелей в Ницце никаких. Вот. Если у меня есть кто-то из подписчиков из Ниццы, напишите мне. Мне прям очень интересно с вами пообщаться. Пошел бы преподавать вокал. Нет, не пошел, потому что я не профессионал. Я все-таки сам занимался вокалом у преподавателя. Вот. Но у меня нет образования музыкального именно как музыкального. Но я все-таки считаю, что каждый должен заниматься своим делом. В данном случае я бы не посмел бы никогда. Вот немецкий запрос смог преподавать бы. Английский, возможно, даже. Или что-то еще. Может быть, экономику, маркетинг. Но не вокал. Как ты думаешь, когда закончится ковид? Вы знаете, он никогда не закончится. Мы будем с ними жить всегда. Вот такие ограничения будут всегда. Вот всегда будет какая-то фигня. Придет новый штамп, придет еще что-то. Вот всегда так и будет. Просто нам к этому надо будет привыкнуть. Вот и все. Катаетесь ли вы на лыжах? Нет, ребята, не катаюсь. Не умею. Вот как-то так получилось. Монако. Рядом же там есть хорошие наши русские. Ника Белоцерковская. Ну, с этим можно поспорить. Хорошие ли они или нет. Про Нику Белоцерковскую. Вот. Но, безусловно, да. Мне, кстати, написали, что там есть кондитерские какие-то интересные наших русских. Тоже кондитеров. Вот. Надо поэтому съездить посмотреть. Может быть, завтра и послезавтра съешь. Не знаю. Сергей, ты немец? Нет, я не немец. Я русский. Вот. Но гражданство мне немецкое. У вас будет конечная точка или будет всегда движение? Ну, вы знаете, пока у меня есть такая возможность быть в движении. Мне кажется, это очень прикольно. Я не знаю. Вот вы считаете, что нужно где-то остановиться и жить в одном месте? Или вот что нужно сделать? Я не знаю. Иногда, конечно, меня раздражает. Да? Вот эти все переезды и все остальное. Но, опять же, это когда короткие периоды... Какие-то, когда мы живем, короткое время в каком-то городе. Например, в Мадриде мы жили неделю. И вот, конечно, вот это тяжело, когда ты не можешь приспособиться и так далее. Здесь, как бы, я уже знаю, что буду долго жить. Я уже все исследовал. Знаю, какие магазины сейчас, куда мне идти и так далее. То есть, как-то распланировал уже свою жизнь. Собака сразу привыкла стать в квартире. Вот. Поэтому удобно. Видите, все пишут, что путешествует очень круто. Если нет детей, то жить в движении. Я тоже так считаю, что, ну, пока мне еще не в том возрасте, чтобы я прям сказал, ой, я буду сидеть в один дом и вот хочу в этой квартире жить и вот умереть. Нет, не хочу. Вы в тексте песен читаете. В смысле читаете? Если мне кто-то прислал какие-то демки, то, безусловно, я всегда прослушиваю. Почему вы решили учить французский язык? Потому что, во-первых, как вы правильно сказали, чтобы мне было грустно и скучно, я себе хочу завалить свою полностью, вот свой день, потому что я привык все время чем-то заниматься. Вот. Поэтому я решил все-таки, поскольку я уже во Франции, у меня есть возможность учить каждый день язык. Я сейчас занимаюсь с преподавателем каждый день онлайн. Очень прикольная, кстати, система. Вот. Очень сложный язык. Это для меня третий язык. Первый учил немецкий, потом английский. Вот. В принципе, немецкий у меня вообще в совершенстве. Английский на уровне C1, C1, все-таки понимаешь, что это такое. И вот сейчас хочу попробовать французский. Очень сложный язык по произношению, конечно. У меня уже голова закипела. Вот. Но мне кажется, почему бы и нет. Когда ты переезжаешь в Штаты? В Штаты я не хочу переезжать. Я был в Штатах, я учился месяц один. Там в рамках своей программы MBA, когда учился. У меня модуль там один был. Я не могу сказать, что я в восторге от Штатов. Это не моя страна. Но я бы там с удовольствием годик, например, пожил бы. Безусловно. Думаю, что когда-нибудь мы это тоже сделаем. Может быть, даже скоро. Лос-Анджелес какой-нибудь, да, наверное. Из России любой человек может поехать в Барселону. Граница открыта. Нет, ребята. Для россиян границы все закрыты. Вот. Если я не ошибаюсь, то сейчас, по-моему, можно только через Грецию заехать. Как-то через Венгрию люди заезжают. В Испанию нужно бизнес-приглашение. То есть только по туризму вас не пустят. К сожалению, это так. На своей родине давно было. Был три года назад в Саратове, да. Очень быстро. Представите, какая у вас профессия? Я маркетолог, экономист. Сергей, вспоминаете, в ту квартиру, в которой были мыши. Да, тот дом, это не квартира, это дом был. Это ужас, конечно. Я вспоминаю, конечно, я сейчас опять вспоминаю, кстати, Париж. Почему? Потому что Ницца такая же грязная, как Париж. Вот такая же грязная, вонючая. И кругом воняет саньем, пардон. Я не понимаю, почему такие грязные французы. Это какой-то кошмар просто. Просто кошмар. Вот то есть, причем здесь тоже правило, как я выяснил, я не знал этого. Здесь надо на улице тоже ходить в масках. И, то есть, вот, как бы, они, как бы, ну, соблюдают эти все требования ковидные и так далее. Конечно, никто не ходит. Блин, но, пардон, вы уберите хотя бы себя на улицах просто. Ну, как бы, выставляйте мусор какие-то в нормальные места, чтобы они у вас не валялись. Помойте улицы. Короче говоря, ужасно, да. А Марсель, вот пишут, тоже очень грязный город. Это еще грязнее, я вам скажу. Марсель, это я даже туда не поеду. Я был много раз в Марселе раньше и вообще туда вообще не хочу. Вот. Где ваши родители? Мои родители живут в Саратове. Вот поэтому первый парфюм был во Франции. Да, наверное, именно поэтому первый парфюм был во Франции. Потому что, потому что реально вонище. Прям воняет у них на улицах. Это, конечно, что-то с чем-то, я не знаю. Какая страна для вас чистая? Самая чистая страна, где я был, это Швейцария. Безусловно. То есть, вот, чище Швейцарии я не видел никакой страны еще пока в своей жизни. Вот. На втором месте, конечно, Германия. Германия тоже, где я живу долго, как бы, она страна чистая. Особенно юг. Север не очень. А вот юг чистый, безусловно. Вот. Ансентарита. Серьезно, правда, что в Ницце очень много крыс. Вот я надеюсь, что крыс здесь не будет. Но, как бы, вообще возможно. Потому что мусор, я говорю, валяется везде. Вот вы видели, напротив показывал окно. Это на пятом этаже окно. У соседей нам просто лежит какой-то вот, какой-то мусор. Какие-то бутылки, какие-то остатки еды. Десятилетие мне такое ощущение. Все это лежит. Что это просто ужас. Нидерланды. Люди пишут, чистая страна. Согласен. Да, Нидерланды в целом чистая страна. Но Амстердам не самый чистый город. Центр Амстердама все равно грязноватый. И сам Амстердам, такие тоже инфраструктуры у них не особо. Вот. Ну, в любом случае, все чище, чем, например, Франция. Ну, может, Бельгия такая же грязная еще тоже. Бельгия тоже странная страна. Вот. Испания даже чище. Вот. При всем менталитете этом испанском, там, не говорят, все на завтра, маньяна. Все равно у них чисто. Почему в Ницце такая грязь? Не знаю. Серега, молчи, а то. Да. Перечисли страны, где ты был. Ой, ребята, ну это я буду целый эфир тут занимать. Я был во многих очень странах. Во многих очень странах. В Ереване я тоже был, да. Почему в одинокии? Я не одинок. Я с помылой. Я с помылой. Португалия, как по чистоте. Слушайте, но она как на уровне Испании, я считаю. Немножко погрязнее, конечно. Погрязнее, конечно. Наверное, ближе к Франции, да. День рождения будешь отмечать. Да, у меня, кстати, день рождения 5 февраля. Получается так, что я, наверное, буду отмечать его один с собакой. Да. Я стараюсь просто об этом не думать. На Маледивах я не был, нет. Вот такие вот курорты для меня немного скучноваты, если честно. Где нет ничего, кроме пляжа, я никогда не старался туда ехать. Мне на второй день, нам уже скучно. Будут твои рецепты? Будут. Я только что сварил солянку. Сейчас порежу видео, выложу. Вы интроверт или экстраверт? Да фиг его знают. Не знаю. Как, что вы сами скажете. Вам легче, вам лучше понять. Гуляйте с помэлой и с пакетиком. Да, с пакетиком гулять. Потому что если он накакает, нужно сразу убрать. Но это и в Москве мы также гуляем. Так, как вы пересекли границу с Латвией или Литвой? Границу пересекли в этом году. Вот это был сложный путь. Я пересек в Латвию. Из Латвии я переехал, потому что Латвия меня пустила без проблем. Расскажите правила стоп-игры. Это многие, кстати, спрашивают про это. Под постом вы пишете любые комментарии. Абсолютно неограниченное количество. И я в любой момент просто пишу слово стоп. И вот кто после этого слова стоп напишет следующий комментарий. Вот так совпадет просто. То этот человек и выигрывает. Все. Очень простые правила. До этого у нас были правила, когда мы считали до стопа. Какой комментарий выигрывает. Но это не честно, потому что я могу посмотреть, какой комментарий. И могу написать его стоп. А так я просто пишу стоп. И вот каждый, любой человек, кто после меня напишет первый комментарий, тот выигрывает. Все. Сергей, были ли вы в Грозном? В Грозном я не был. В Украине я был. Очень много раз в Украине я был. И был во многих городах в Украине. Раньше я работал в компании фарматистической. И очень часто летал в командировки в Киев в том числе. Поругались вы с Таней? Да не поругались мы с Таней. С чего вы взяли? То есть вот когда люди вместе съезжаются, потом разъезжаются по своим дальше делам, неужели вы считаете, что люди должны сразу ругаться? Но это смешно. Естественно, мы же не планировали с Таней жить всю жизнь вместе. Потом как бы Таня сама планировала поехать в Москву, но не поехала. Андрей, ваш родственник? Да, Андрей, мой родственник. А кто по образованию? Я уже отвечал. Я маркетолог, экономист. Как вам Украина? Я в Украине был последний раз в 2017 или 2016 году, мне кажется. В 2017 я был последний раз в Украине. Слушайте, я, например, для меня, я не знаю, Украина никогда не была какой-то за границей. Я всегда чувствовал себя как дома и ко мне люди всегда относились точно так же там, поэтому я не могу сказать, что вот как-то, не знаю. Для меня Украина как-то вот всегда была родной какой-то. Вот. Ну, ты лягушка-путешественница. Да я не лягушка, нет. Не путешествия. Не, на самом деле я не путешествую, я не любитель вообще путешествовать. Вот прям честно вам скажу. Вот если все думают, что, блин, я так люблю путешествовать. Нет, я просто люблю что-то новое. Хочу просто вот пожить вот так, посмотреть, как живут в Ницце. Вот если я научусь еще по-французски говорить и читать хотя бы, понимать, что они говорят, мне интересно. Очень интересно. В Санкт-Петербурге, естественно, было. Где вы так научились готовить? Вам нравится готовить? Я обожаю готовить. Нигде не учился. Просто смотрю в ресторанах еду какую-то и вот потом ее повторяю. Когда в Сочи? Ребята, не знаю. За родителем скучаете. Почему не зовете себя в гости? Потому что сейчас, во-первых, всем туристическим, по туристическим бизнесам проезд закрыт. Это раз. А во-вторых, как бы, маме очень часто было раньше в гостях практически каждый год в Германии. Андрей, еще раз повторю вам, что он в Москве. Вот. У него там куча дел, и поэтому он поехал в Москву. Мне одному не скучно, мне одному весело. У меня куча дел. Вот. Ну что, давайте кого-нибудь присоединим. Кто хочет зайти в прямой эфир, говорите. За сколько вы планируете выучить французский, чтобы понимать их? Чтобы понимать, это долгая история. Мне научиться, самое главное, читать. Читать и понимать, что там вообще написано. Вот это для меня такая вот прям вот задача. Я думаю, что за месяц я этому научусь. Вот. На слух воспринимать этот язык очень сложный. У него самое сложное в французском интернерное произношение. То есть, они все вообще соединяют слова в одно, и у них вот такое л-л-л-л-л. Получается одно слово. Вот. Поэтому я не думаю, что я понимать их начну очень быстро. Но если я их буду, если я буду их, если я буду заниматься французским каждый день в течение 6 месяцев, почему бы и нет? Стесняюсь. Андрей или Таня в прямом эфире. Я не знаю, они, по-моему, не здесь. Я не могу сказать, я не знаю. Вот. Таня, я не знаю, она не выходит. По-моему, она заболела. Поэтому она сейчас даже в сторис не выходит. У нее простуда. Вот. Господи, почему все зовут Строкова? Почему Строкова не лайкает твои посты уже? Ребята, вы что, дебилы. Вот реально, вот есть люди, которые заходят и смотрят, кто на него лайкает. Не знаю, почему Строкова какой пост она не лайкнула. Без понятия. Я не отслеживаю это. Вчера мы со Строковой общались, в последний раз. Вот. Поэтому я не знаю, какие у вас проблемы. Я просто не хочу рассказывать про жизнь Строковой, понимаете? Потому что это ее личная жизнь. Я не знаю, что она хочет рассказать вам в сторис, а что нет. Вот в чем проблема. Понимаете? Я могу рассказать вам, что, зачем, как бы. Ну, это же неправильно будет. Поэтому смотрите все сами. Так, в Мексику не планируете? Слушайте, я поехал бы в Мексику, но мне кажется, там опасно. Не знаю. Вот. Сергей, вы работаете? Ну, наверное, да. Я не знаю, назвать это, работаю или нет. Ну, да, наверное, работаю. Пою песни, да. Ну, каждый день на работу не хожу. Раньше так ходил, так работал 12 лет. Сейчас так больше работать не хочу. Да, и работал. Работал в фрабетической компании очень долго. В 12 лет я вам говорю, что делал карьеру, был успешным очень. Закончил карьеру свою на уровне бизнес-менеджер по всей Восточной Европе. Компания немецкая, в Бадене, вот, и, короче говоря, в какой-то момент меня переклинило, и я решил, что я больше не хочу заниматься этим. Так, ваш профессор сейчас востребована. Да, кстати, мне постоянно до сих пор шлют очень много, у меня очень много из этой области, из индустрии друзей, знакомых, которые мне до сих пор предлагают работу. Но я не готов пойти работать, потому что сидеть в фирме, опять, я не знаю, я просто понял, что я в своей жизни ничего не вижу, кроме офиса, кроме командировок, самолетов и такси, и каких-то странных отелей, бизнес-встреч, и каких-то конференций безумных. Мне эту же тему просто стал к человеку в какой-то момент неинтересно. Вот и все. Просто я понял, что я не проживаю жизнь, у меня дом в Германии, я купил дом даже, когда я работала, я даже не знала, какие у меня цветы растут в саду, чтобы понимали, что у меня просто не было до этого времени. Я не выходил в сад, то есть, как бы выходил, но не замечал этого, поэтому я не хочу больше пока вот так вот работать. Может быть, через 10 лет мне опять захочется сидеть в офисе, может быть, но сейчас нет. Так, самое ценное качество в человеке. Вы знаете, я могу все человеку простить, не могу простить человеку тупости. Вот не люблю глупых людей, вот это для меня самое страшное. Вот предательство могу простить, измену, там все что угодно. Но вот самая проблема, конечно же, это вот глупость людей. Потому что глупые люди мне неинтересны. Я не могу с ними долго находиться, поэтому я стараюсь вообще не общаться с глупыми людьми. Так, кого эфир? Действительно, кого эфир? Давайте посмотрим, кто мне прислал вот эти. Так, на самом деле, не очень так много прислала, но я не знаю, вот просто мне они не пишут, почему вы хотите или вы все стесняетесь? Кто хочет в эфир? Вот, все, пошли. А, Андрей, ты хочешь в эфир? Ну, давай, подсоединю тебя. Сейчас попробуем, может быть, Андрей даже зайдет нам в эфир, если получится. О, привет. Маш, ты не спился еще, Сережа? А? Ты там еще не спился? Я вообще не пил. Что это за арсенал у тебя, бутылок? Это у меня декорация. Декорация, декорация. Что, прям на кресле ты сидишь? Да, у меня тоже декорация, птицы, парьба. Ты поставил, да? Я вижу, как красиво, прям, да. Со светом, молодец. Ну, что, как дела? Рассказывай. Ой, дела? Я замерз. Я только... Очень холодно у нас. Очень холодно. Когда не было зимы, очень тяжело в зиму попадать, перестраиваться. Так ты... Осень дается человеку, ты привыкаешь постепенно. А тут с пляжа тебе, Надь, в Москву. У меня генеральная уборка. Дома не было три месяца, все было завалено. Я в ужасе был, поэтому даже не выходил в сториз. Убирался, разгребался. Ну, а что Москва, расскажи там. Москва хорошая. Только нет солнца. Вообще нет солнца. Собрать нечего, солнца нет, вообще ничего нету. Галина. Пишут люди, что я похудел. Сибиряки, они тепло одеваются, поэтому не вернут. Андрей сейчас на Штунова похож. Да, он постоянно... Все говорят, что он похож на Штунова. Постоянно все про это говорят. Вот. И... Хотя на самом деле, кто-то вблизи его видел, что из Штунов, они вообще разные люди. Я что-то видел, познакомился с ним этим летом. В Сочи он был на новой волне. Вот. Он вообще такой. Так. Свеженький, да. Не пью в Москве. Закаляюсь холодом. Это у него свет. Он поставил просто такой на себя, видите? Дюстер. Да. Это у тебя сбоку стоит свет. Вижу, что ты все из пестиж. Это Штунов на него похож. Ну, наверное, да. Расскажи, Андрей, я их себе спрашиваю, почему ты уехал из Европы? Накончились дни. Я гражданин России. Гражданин России можно находиться в Европе только 90 дней в полгода. Я был ровно 90 дней до последнего. Теперь надо ждать 90 дней. Вот. Видите, в том числе. На самом деле, ну и здесь какие-то дела, что-то, не знаю, накопилось. Квартиру надо было убрать. Хотя бы это, да. Да. Не затопило там ничего? Думаю, экспозицию, да, низкая камера. Вон, где там все надо было протирать. Не, не затопило. Шунов постарел. Деньги буду копить, и деньги буду копить тоже, потому что там вообще отвал башки. Европа, конечно, хорошо. Что-то дешевле, что-то экстра дорого все стоит. Вообще невероятно. Я приехал в Москву, знаете, что первое я сделал? Я принял ванну. Огромная ванна. У меня налил ванну воды. Может, в Европе вообще мало такого ванны. Они считают, что это очень расточительное. Они даже зубы чистят, в раковину воду набирают, там все полоскают и чистят зубы. Мы с вами богатые люди, россияне, представляете? Можем позволить себе благо. Вот что Сережа Митцы себе позволить не может. У меня нет из ванны. У тебя есть море. У тебя есть море. Да, там купаться невозможно. Там еще холодно. Сейчас что-то нарисуется в Москве. Будет день, будет пища. Да, я приехал, да. Еще не все знают, что я приехал просто. Сейчас будем обустраиваться. Что-то делать в Москве. Голос божественный, наверное, пишут. Баньку надо. Ой, я то, что за осень пошел в какую-нибудь ванню бы. В прошлом году жили за городом. Сейчас мне тоже пишут. Андрей, почему вы не за городом, не за городом? За город без машин не беги. А меня нет с машины. В лесу сидеть вообще не очень хочется. В Японии вся семья моется в одной ванной. Вот будущее. Я верю, я верю. Правда, правда. Я думаю, в Европе где-то вот в таких социальных... Я думаю, так же моется. Где-нибудь в Шемеции или в Германии. Да, да, да. Дела, дела. Не лечили спать. Позор русским. Вы уже соскучились друг с другом. Но мы каждый день с ними общаемся по нескольку раз в день. Поэтому не переживайте, что мы так медленно друг другом говорим. Потому что мы все знаем друг про друга. Что происходит. Мне вообще никто не готовит. Мне готовят. Сегодня мне готовила Ксения Собчак. Спрашиваю, кто мне готовится. Ксения Собчак не готовила. Ресторан. Я там заказал доставку. Вот. Очень вкусно. А я ем чеснок. Тут пиццу от Собчак привезли перевернутую почему-то. Я ее достаю, она такая, как колобок. Ну вот так вот. Собчак такая. А, да. Ем, говорю, чеснок и оливки. У меня здесь вот маринованный чеснок. Жесть. А это вообще... Очень вкусно. Кстати, в России вот нет маринового чеснока почему-то. А вот в Европе очень часто явление. Он вообще не пахнет, как чеснок. Но очень вкусно. Да, ресторан Шиль. Видишь, все знают. Все знают, что в ресторане Шиль. Что это Собчак ресторан. Так. А, там мне помощница пришла. Сейчас скажу. Я прям в филе просто. Да, чеснок очень вкусный, безусловно. Самое вкусное. Да. А что, Строкова заболела, что ли? Ну, какая-то простуда у нее там, да. Да. На рынке есть чеснок в России. Да, ребята, есть. Но он не так маринованный. Он просто получается какой-то такой безвкусный. А здесь вот какой-то, я не знаю, как они бы делают. Надо как-то научиться. И вот вообще другой. Я сколько раз покупал и в России. А, все пропало. Что пропало? Нет. А? Нет, погас. Нет, не было. Ничего не видно было. Нормально, нормально. Да, Сережа, я, кстати, Сережа много насмотрелся. Буду сейчас тоже готовить, пробовать. Ну, тут, знаете, сейчас дешевле, по-моему, в Москве, если ты живешь, заказать доставку. Нежели вообще готовить на рынок, идти покупать. Потому что, если я один живу, зачем мне готовить? Ладно, Сережа, у него там я, был Таня. Ему было для кого готовить. А ты сам, кстати, готовишься, Сережа? Да, конечно. Какой молодец. Ага, Андрей попался. Че-то Андрей попался. Да, Памела лежит на диване. Могу вам показать сейчас, смотрите, вот она. Памела покажет. Идит. Вот так вот. Ей все равно на вас. Рыхнет Памела. Угу. Памела оставили, потому что я тяжело на самолете летать уже. И 17 лет на человеческом возрасте. Я вообще 98, наверное. Вот. Да. Потом вернемся. Вот. Ко мне пришли просто. Кто к тебе пришел? Не знаю. Тебе можно в эфире показывать? А кто там? Или голос подай. По-моему, она рабочая скучает. Мне кажется, она по-моему, кто ее кормит, потому она и скучает. А кто к тебе пришел-то там? Вета. А. Я думаю, кто к тебе пришел. Ну, давай, тогда выходи из эфира. Потом тогда просто звонимся. Я просто хочу добавить еще других людей, которые хотят с вами пообщаться. Давай. Возьмите себя, потом приду. Давай, перезвони потом, да. А как ты... Я ж тупой-то забыл. Ты что ты... Ну, там, выключай просто. Ну, давай я тебя выкину. Ты уже говорил про тупых людей, да? Выкидил я сам. И вот он я, здрасте. Сейчас. Кстати, да. Как вот и выкидну, кстати, его тоже воплощаем. СД сам-то попробую. Я добавил сюда. Отключи СД. А, наверное, Д. Во, да? Нет. Это картинка пропала. Выключил СД. Это камеру выключил, да? Так. Пожалуйста, копирать, ссылку поделиться. Хм. Блин, я не могу. Я не знаю, как вы. Даже я тогда сейчас выключу тебя. Все. Нашел. Давай. Пока. Ну, все. Выключили мы Андрея. Андрей, возвращайся. Хорошо. Кто там хочет следующий в эфир, давайте говорить. У меня здесь вот есть... Есть прям кандидаты, которые нас послали. Вот. И я вам... Напишите только, почему вы хотите... Почему вы хотите попасть в эфир и что вы хотите рассказать. Вот. Так. Ну, меня. Ну, меня. Ну, меня. А что ты хочешь рассказать? Лелик Фил, 174. Что вы хотите рассказать, я с удовольствием вам расскажу. Я, я... Все пишут я, я хочу, но не говорите, что вы хотите мне рассказать. Я же не знаю, что. Просто хочу с тобой поболтать. Ну, давай. Как вот это лелик... Ой, боже мой, сколько вас. Принять. Давай попробуем. Вот. Кто там сейчас у нас... Подключайся. О, привет, 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 привет. Привет. Что такое, что случилось? Я не знаю, просто. Что случилось? Блин, я вообще, я просто тебя обожаю. Я сейчас в шоке. Ой, да ничего страшного. Ты расскажи, откуда ты, как тебя зовут? Я из Челябинска. О, в Челябинске я был. У меня, кстати, родственники есть в Челябинске, представляете? Да. Да, да. Но я был очень... Я в шоке. Давно был, когда маленьким там был в Челябинске, да. Помню Челябинск. Хотя не совсем, конечно, но помню. Какие-то у меня есть воспоминания о Челябинске. И чем ты занимаешься, расскажи, в Челябинске? У меня муж просто зашел, я... И в шоке. И в шоке. Ну, понятно, понятно. Расскажи, чем ты занимаешься в Челябинске? Я в декрете. А, ну, прекрасно. У меня маленький сын, муж. Прекрасно, прекрасно. Ну что, давай вопросы задавай какие-то. Что тебя интересует? Я не делаю дик. А? Мне муж говорит, не делай дик, что ты счастлива в декрете и замуж. Не поверишь. Делай, делай себе маникюр. Ну, зашла в эфир с тобой, делай себе маникюр. Одну руку сделала вчера. Да. Ага. Вторая дню уже не пришла, да? Да. Ну, я смотрю эфир на ваш постоянно и думаю, ну, меня, меня добавь, меня добавь. Хочу с тобой прям поболтать. Всегда сторисы твои смотрю вообще. Блин, обожаю вас. Прекрасно, прекрасно. Ну, какой-нибудь вопрос у тебя есть? Скажи мне, вот что ты хочешь спросить мне. Вот сейчас есть возможность. Я растерялась сейчас. Я, кстати, хотел вам сказать, что я на самом деле немножко грешен тем, что я не всегда читаю свой директ. Потому что у меня иногда так много пишут людей, да? И я вот прям извиняюсь, что иногда не вижу. Но вот сейчас я прям, вот сейчас в Ницце я один. Я решил, что каждый день я буду прям вот уделять там час времени, заходить в директ и читать все. Вот, я не, я говорю, что сразу, что я не смогу всем ответить, но хотят прочитать. Вот, иногда даже захожу и лайкаю прям вам там на ваши какие-нибудь посты. Если у вас открыт, то вам, конечно. А как вообще получилось так, что вы все разъехались? Слушай, ну, это на самом деле очень простая ситуация. Андрей поехал, потому что у него в Москве куча дел. Плюс у него закончилась виза, у него 290 дней только он может быть. Вот, поэтому как бы это было по плану, что он вернется в Москву. А Татьяна, она дождала вместе с ним лететь. И она просто решила, поскольку у нее еще виза была открыта, она решила еще остаться в Мадриде. Это Татьяна, наверное, ухажер. Слушайте, я думаю, что, не, на самом деле все возможно. Но вот прям конкретного ухажера я не видел так. Но возможно, все возможно. Но она точно оказалась там не... Плохо бдили с Андреем, там плохо бдили. Плохо бдили с Андреем. Танюху потеряли по дороге. Я бы были рады, рады, что если кто-то с ней познакомится, почему бы и нет. Потому что лучше, мне кажется... Нет, мне кажется, это даже прикольно, на самом деле. Мы были очень даже рады, если кто-то... И даже, наоборот, активно в этом участвовать. Ну вот. Планируем? Конечно, планируем. Ребята, ну что же мы... Как помню, у вас день рождения? В феврале... Пятого. Третьего? Пятого, да. Пятого февраля. Пятого. И? Я буду отмечать один с собаками. Вот так вот. Ну не знаю, может, все до пятого еще что-то изменится. Я, конечно, не знаю. Вот. Но пока планов никаких нет. Слушайте, вообще, если вы меня знаете, то, в принципе, у меня вообще нет никаких планов по жизни. Вот. Ну да, это вы люди такие непредсказуемые. Да, поэтому я жил всю свою жизнь по плану. Вот. Поэтому сейчас хочу пожить немного без планов. Вот. Так. Возможно, так легче живется. А? Возможно, так легче живется. Ну, не то, что легче живется. На самом деле, так интереснее живется. Просто когда-то нужно пожить вот так вот, чтобы прямо вот раз и не было планов. Я вам всем это желаю. Вот. Если есть такая возможность. Поживите просто для себя. Жизнь одна. Так. Ну что? Спасибо, Тага, большое за эфир. Очень было приятно познакомиться. Привет. Спасибо большое, что смотрите нас. Пишите, кто еще хочет со мной пообщаться. Все. Пока. Я тебя понимаю. Да. И добавляю, кого хотите еще. Кто еще хочет поговорить со мной? С удовольствием. Так. Откуда вы знакомы? Молодость один раз дается. Откуда мы знакомы с Таней? С Таней мы знакомы с шоу «Бреднад против Бузова». В итоге неинтересная женщина. Ну что же вы так прям сразу начинаете так писать про людей? Я. Ал Гира. И работа...